Воссоединение семьи для держателей грин-карт. То есть, как вызвать свою семью из своей родины, когда вы находитесь в Соединенных Штатах, у вас есть грин-карт. Сразу скажу, что на данные действия есть лимиты. На заявителей, которых вы запрашиваете, с теми, с кем вы воссоединяетесь, есть определенные уровни. Это уровень F1, это уровень F2, который делится на A, на B, и уровень F3. Зависит от возраста детей, если мы говорим про детей. В каком-то случае это будет супруг, либо супруга. Это можно сделать либо внутри страны, когда заявитель въезжает в Соединенные Штаты по туристической и по любой другой неиммиграционной визе, либо когда он находится в своей стране, и тот, кто находится в Соединенных Штатах, человек с грин-карты, отправляя петицию, заполненную собственной рукой, в службу иммиграции и гражданства. В принципе, все это осуществимо, скажу сразу. То есть это возможно. Единственное, что могут быть сроки, там, бывает и полтора, и два года. Есть определенные уровни, да, но я имею в виду категории, которые могут ждать и 7 лет. Например, если это дети совершеннолетние, либо если это, там, сестры, братья, держатели грин-карты. То есть самое оптимальное, самое проходное – это супруг, либо супруга. То есть как это выглядит. Например, я нахожусь в Соединенных Штатах, у меня грин-карта, допустим, я прошел по политубежищу и получил грин-карту, а моя супруга находится, допустим, в Москве. Я подаю бумаги в службу иммиграции и гражданства в том месте, где я буду. Все зависит от штата. Ну и дальше в течение 6-7 месяцев в службу иммиграции и гражданства рассматривается моя петиция. Если что-то еще нужно из документов, они у меня запрашивают. Если нет, они передают в национальную визовую службу. И именно там и будет долгий срок ожидания, потому что большой поток людей. В среднем, допустим, если взять 2016 год, по данной иммиграционной визы, запрашивали, виза, которая позволяет потом получить грин-карту, запрашивали 144 тысячи человек. Это за 2016 год была такая квота. То есть сейчас, в данный момент, на 2017 год, я думаю, что цифры будут те же самые. Это все можно будет посмотреть чуть позже, информация этого уже будет доступна. Но в любом случае, сейчас начало года, можно смело подавать на воссоединение. Да, конечно, это будет чуть дольше, нежели если бы у вас был уже американский паспорт. Там нет никаких квот. Но, тем не менее, у нас много клиентов, которые, например, находятся в США и говорят, вот как там нам перевести свою супругу, супруга, детей несовершеннолетних. Как это сделать? Давайте мы им сделаем там типа визу B или F, они приедут, и мы уже внутри страны сделаем этот переход, смену статуса. Ну, это тоже возможно сделать внутри страны, но боюсь вас огорчить, что очень сложно получить визу, если вы, допустим, находитесь в Соединенных Штатах с грин-картой и хотите, чтобы ваша семья приехала. То есть им не дадут визу. Информация о том, что вы получили грин-карту, она уже есть в системе в службе безопасности. И у нас было много людей, которые пытаются букву изменить, фамилии, не указывать мужа и так далее, и так далее. У них там по два, по три отказа, они не знают, что делать. У нас вот тоже были такие клиенты, мы им сразу говорили, что в вашем случае единственное, что можно сделать, это просто воссоединение. Ну, или запрашивать другую неиммиграционную визу. В любом случае это получить возможно. Конечно, мы сейчас будем пытаться и узнавать, как можно ускорить сроки, то есть сократить сроки, может быть, будут какие-то ходатайства, может быть, дополнительные документы. Как раз то место, где, кстати, некоторые адвокаты называют вот эту национальную визовую службу, как черное даро, что документы попадают, и поток очень большой, и там в основном задержка по срокам происходит там. Потому что они, промежуточное звено, после них уже документы попадают в консульский отдел посольства США, той страны, из которой заявитель будет производить воссоединение со своим родственником США. То есть, там дальше уже процедура будет, собеседование, может быть, потребуются какие-либо факторы, подтверждающие ваше родство. Это могут быть и фотографии, чтобы избежать каких-то фиктивных сделок, та вещь, которая тоже практикуется. Я слышал, что там какие-то браки фиктивные делают и так далее. Для того, чтобы этого избежать, есть ряд пакет документов, которые нужно будет предоставить. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт usaidfisvisa.com. Будете в Нью-Йорке, заезжайте в наш офис в Бруклине и в офис на Манхэттене, который я сейчас открою. Ну и наш московский офис работает в штатном режиме, находится в 10 минутах пешком ходьбы от метро Баррикадная. Наши окна смотрят прямо на зоопарк, те, кто был в этих местах, знают, как там здорово летом. Всем всего доброго, привет из Вены, пока!